всем здравствуйте сегодня хочу вам рассказать немножко как я удобряю свои азалии нужно ли это делать для чего это нужно делать когда это делать то есть я сразу хочу сказать что это мое мнение мой опыт то есть я никому не навязываю просто вот исключительно по наблюдениям по какому-то своему удачному неудачному опыту я хочу вам вот рассказать что я делаю с азалиями вот как я именно по поводу удобрения то есть я рассказывала где-то в видео как я за ними ухаживаю как я вот поливаю тему удобрения я так вот скользко возможно где-то сказала сегодня хочу немножко вам объяснить показать рассказать как как это вообще происходит начну с того что скорее всего имеется ввиду наверное что вот многие люди мне задают вопрос а те люди наверное у которых еще нет азалии либо они только недавно купили азалии вот хочу вам на примере показать и рассказать что я делаю с покупными азалиями вот на примере моего штампа тот кто уже видел видео тот кто не видел видео этот штамп я купила в оценке в этом году я его пересадила и хочу обратить ваше внимание что покупные азалии те зале которые я например вот купила в этом году после того как я их пересаживаю я их не удобряю до года как правило азалии которые в магазине это касается не только азалии а вообще и других цветов эти цветы они уже очень сильно удобрены тот кто вот пересаживал возможно даже сталкивался что в земле находил такие вот кругленькие шарики это удобрение осмокот это долгоиграющие удобрения то есть можно даже вот по листьям определить вот я вам покажу уже видите штамбик уже пошел у меня в рост уже вот нарастил такие вот новые побеги вот покажу на примере листика вот когда вы покупаете листья у покупных азалий они такие вот темные видите он даже вот оставила его вот он такой же был возможно вот его залили это растение они такие как бумажные вот как неестественные то есть такие вот как неживые эти листья вот эти листья свидетельствуют о том что растение понятное дело что она очень сильно накормлена различными удобрениями то есть это делается специально для того чтобы эти растения могли доехать до магазина чтобы они какое-то время могли постоять то есть они же не стоят возле окна правильно они стоят где-то вот в середине торгового зала весь цвета чтобы цветы долго сохранялись чтобы презентабельный внешний вид все делается для того чтобы вы купили эту красоту поэтому эти растения уже напитаны достаточным количеством удобрений поэтому такие азалии которые вот купленные да вот с магазина и все эти азалии я не удобряю до года то есть я вот их как говорится о домашнюю то есть я их пересаживаю пересадку вы видели как я провожу кто не видел можете посмотреть у меня видео есть то есть я ухаживаю как и за своими уже одомашними азалиями только я их не удобряю то есть покупные азалии я не удобряю до года со второго года жизни я уже по чуть-чуть начинаю удобрять значит удобряю я скажу сразу очень редко где-то один ну максимум два раза в месяц дозой в два раза меньше чем указано на упаковке вот также хочу обратить ваше внимание что те азалии вот я вам уже показывал это мои домашние зале и каждой каждый со мной уже живет несколько лет я их в этом году тоже пересадила и тоже хочу сказать что те азалии которые я пересаживала то есть новый грунт я их точно так же как и покупную до года ничем не подкармливаю потому что в новом грунте им достаточно вещь и полезных веществ вот поэтому на мой взгляд лучше не докормить чем перекормить ну это я вот конкретно говорю за азалии был у меня неудачный опыт значит у меня была покупная штамповая азалия и я ее в этот в этот же год вот как купила купила ей удобрение какое-то вот не помню даже какое в общем у меня почернели все листья я ее и опрыскивала как вы знаете а тот кто не знает азалии как в принципе и другие растения удобряются то есть и корневой системы через корневую то есть это пролив раствором до разведенном в воде для азалий также они могут удобряться и по листу но соответственно дозировка должна быть насколько я знаю разной по листу одна а если корневая корневое удобрение внесение то у нас совсем другое в общем то азалия у меня листья то есть я поняла что я сожгла все листья я поняла что и наверное корни в общем она у меня погибла поэтому к удобрениям я отношусь очень осторожно лучше их развести сделать слабенькими посмотреть понимаете когда вы долго ищите какой-то сорт или я не знаю вам очень дорого это азалия который вы например выращивали уже восемь лет или девять лет то очень страшно вносить какие-то вот незнакомые удобрения сейчас очень много разных удобрений разных фильм есть отечественные производители да вот есть импортные есть и польские немецкие есть всякие всякие но вот нужно осторожно очень ими пользоваться потому что не знаю мне очень страшно я стараюсь не лучше ну как по мне мне проще лучше купить какой-то очень хороший грунт да пусть даже и не очень дешевый чем например купить удобрения и начинать ими вот экспериментировать в принципе когда вы только вот пересадите ту же покупную азалию ей вполне достаточно она уже вот напичкана всем чем только можно плюс вы пересадите в грунт в котором также содержится минеральные вещества поэтому до года и в принципе будет достаточно через год вы начнете потихонечку ее подкармливать но опять же когда не стоит этого делать если вы например обрезали азалии вот как я показывала да то удобрять когда она обрезана не нужно нужно начинать удобрять когда начинают прорастать вот я вам покажу видите вот вот эти почки были отрезаны вот они начали прорастать или вот как вот например здесь не просто вот они только наклюнулись они уже прорастают если бы я ее в этом году не пересадила вот с такого момента я бы уже потихонечку начала ее например подкармливать да а если она еще вот вы ее обрезали стоят еще веточки которые еще не покрыли зелеными почечками то такую азалию еще не нужно удобрять то есть нужно дать ей возможность вот уже начинать наращивать вот эти проращивать свои зеленые почки только после этого можно начинать ее немножко подкармливать в каких случаях еще не нужно удобрять если у вас заболела зале да насыпят листьями на ней какие-то вредители потом как я уже говорила все азалии которые вы покупаете они как правило все поражены вредителями берете вы в уценке или не в уценке они стоят друг с другом очень тесно контактируют возможно стояли с другими растениями и как правило эти все растения в магазине они как правило уже чем-то заражены поэтому даже из с точки зрения вот этого уже не нужно их обрабатывать то есть вернее удобрять вы сначала должны подлечить ваше растение только потом когда она начнет выздоравливать тогда вы можете немножко его подкормить но опять же вот оно должно быть здоровое растение для того чтобы она питала потому что если растение будет больное ослабленное вы будете еще его подкармливать это прямая дорога гибели вашего растения поэтому я бы вот не советовал но опять же это решать каждому потому что цветы это дело каждого каждый все равно как-то чувствует интуитивно не знаю ну вот я могу сказать только за себя как это делаю я что еще хочу сказать что на мой взгляд даже вот не самое главное их удобрять то есть я думаю что многие люди покупая зале и сразу набирают удобрение и начинаю тоже продолжать их удобрять в надежде что они быстрее вот вырастут быстрее вот зацветут или там будут также вот обильно цвести как в магазине что я хочу сказать это в принципе нет удобрений зависит ведь самое главное выращивание ну вот азалии да это как я уже говорила и еще раз говорю самое главное это грунт грунт в который вы посадите ваше растение также очень важно чтобы не просто вывод раз и перевалили посадили второе что ну не второе даже вот на уровне грунта важным моментом является чтобы азалия она начала прорастать то есть корни чтобы начать осваивали грунт только тогда она может полноценно себя вот раскрыть подпитываться всеми микроэлементами которые есть в почве то есть правильно вот воду поглощать вот такие вот моменты поэтому вот это самое важное поэтому также хочу сказать возможно кто-то знал кто-то не знал кто-то читал что азалии одно из немногих растений которая живет в симбиозе с грибом то есть с почвенным грибом то есть о чем это говорит этот почвенный гриб называется микориза он живет как правило на поверхности корней вот этот гриб получается помогает растению разрастать его корни и помогает растению питать чтобы максимально корни могли получать из почвы максимальное количество питательных веществ а также лучше поглощали воду усваивали да и и вот поэтому я вот три пересадки например не очень поддерживаю когда люди начинают сильно вот например избавляться до от той земли в которой была посажена или отрезают корни или начинают промывать то есть нарушая этот самый вот симбиоз с этим грибом но хочу сказать что нужно обязательно все равно расправлять по возможности корни то есть все таки вот я раньше тоже боялась очень много азали пересаживала методом просто вот перевалки вот вытащил с горшка закопала все но на самом деле то есть лучше всего конечно когда вы немного помогаете расправляете корни тогда они лучше прорастают тогда она сможет полноценнее питаться раскрыть свой потенциал потому что если корни не прорастают грунт это не очень хорошо это видно и по листьям и в общем это не очень хорошо все таки правильнее расправлять корни для того чтобы зале сами вот могли максимально питаться вот это тоже очень главный момент также главное полив то есть нужно регулярный полив не допускать чтобы было пересушка земляного кома но также вот не заливать также успешным выращивание я смотрела некоторых блогеров которые советуют обкладывать дом корни то есть это тоже вот я никогда этого не сделаю никогда этим не пользовалась считаю вообще это очень большой глупостью и вообще это прямая дорога гибели растения потому что мало того что вы в азалии поверхностная корневая система вы ее в общем обмораживаете кладя вот этот кусок льда вы сразу же подвергаете вашу азалию заболевая грибковому заболеванию а также вы когда вы начинаете подкладывать до лед же этот не будет все время в этом дом он будет таять и вы получается постоянно ее фактически заливаете потому что мы постоянно считаю что каждый день и и заливаете водой поэтому это прямая дорога гибели мало того что хочу также сказать что я бываю несколько раз было несколько раз в этом году из-за карантина и я не была в ботаническом саду у кого вот есть в городе ботанический сад также вы можете посмотреть видео других блогеров которые снимают ботанические сады я нигде не видела чтобы азалии чтобы стояла работника этого сада и обкладывал снегом или дом азалии мало того там даже температура я бы сказала не настолько прохладная потому что даже вот курточки ходя осмотреть азалии феврале достаточно жарко на мой взгляд да там очень влажно светло но не такая уж и холодная прохладная температура тем не менее они все растут цветут и никакого льда нигде ни в одном горшке ни в одном то есть я такого не видела поэтому считаю тоже что это опять же это дело каждого каждый может экспериментировать чтобы самому убедиться но вот если вам важно мое мнение вот мое мнение такое что я не советую никому этого делать ну и что еще у азалии также вот что еще нужно следить это чтобы они не поражались всякими вредителями периодически их обрабатывать от вредителей для того чтобы они вот не портили листья не портили цветы и вообще не делали слабым растения то есть вот тоже нужно за этим делом следить также они любят воздух поэтому и зимой и летом я стараюсь проветривать если они на балконе то на балконе проветриваю если они стоят в комнате то в комнате обязательно чтобы был поток такого вот свежего воздуха у кого вы содержатся зимой нет возможности например держать на лоджии или на балконе а люди держат например на подоконнике то тоже вот вам с как совет периодически открывайте окно чтобы вот этот прохладный свежий воздух заходил она вам скажет за это спасибо своим внешним видом они это очень любят чтобы не прямо такой вот прямо там ветер сквозняк и она стоит но поток свежего воздуха они это дело очень любят собственно и все что я хотела сказать насчет удобрения и вот еще раз вернусь к этой теме я конкретную марку в каждом городе в каждом регионе каждой стране наверное существуют какие-то разные удобрения я предпочитаю брать удобрения специальные для зале да там где будет написано что для зале и рододендронов например ну вот каким я пользовалась пользовалась я сейчас вам покажу вот такой у меня есть не знаю вот такое самое обычное у меня удобрения отечественного украинского производителя вот пишет что вот стойкость к заболеваниям да и длительность цветения прочный там корень и все вроде бы там все вот микроэлементы которые нужны да там для выращивания вот растений но не знаю я вот его вношу но так вот сказать что какого-то прямо вот результата что вот я заметила что да вот это удобрение там как-то преобразила или не знаю я вот не заметил наверно просто из-за успокоения потому что вроде как пишут что вот нужно их удобрять дал это зале и поэтому я вот в нашу буквально вот раз в месяц как до пересадки я вносила где-то раз в месяц но сейчас как я уже говорила они меня пересаженные грунт мне принципе понравился корни многим я почистила листья вроде бы растут крупные посмотрите какие на штамме начали тоже вот расти такие достаточно крупные листики но опять же есть сорта вот например вот этот сорт у меня такой колокольчики да такие вот как то есть не махровый а такой вот колокольчик красно такой вот красные колокольчики в этом сорте в таких вот не махровых у них как правило листики не очень крупные то есть сам по себе сорт вот закладывают что листики у них достаточно мелкие то есть даже вот по листикам можно определить что вот этот сорт например у меня вот цветет колокольчиком а когда листья вот как например на моем штампе да они вот такие вот крупные округлой формы такие достаточно вот растут как правило такие листья растут у сортов которые вот махровые поэтому листья растут достаточно крупные то есть я смотрю что мы им принципе все нравится все устраивает поэтому я их удобрять не буду еще раз как и поварила до года а после года начну их потихонечку уже наверное подкармливать потому что наверное они уже заберут какую-то часть питательных веществ из почвы вот я говорила что я их пересаживаю пересаживаю где-то 45 лет хочу сказать что я это затянуло и как совет и себе вот на будущее что лучше все таких пересаживать раз в два в три года то есть 45 лет это уже немножко вот затянуто лучше освежить ему грунт через два-три года но также бывают разные ситуации вот например вот этот у меня штамп он очень быстро у меня пьет воду то есть на карантине и меня не было возможности купить горшочек я нашла более не менее подходящий на мой взгляд он действительно маловато и как кто-то уже тоже мне писал в комментариях что можно было побольше в горшочек посадить да действительно можно было посадить его и в побольше горшочек поэтому я посмотрю летом как он насколько он быстро будет выпивать возможно мне придется вот его еще раз пересадить но уже я буду наверное не буду так вот корни прямо потому что я уже в принципе все там сделала как как на мой взгляд надо но возможно мне придется его еще раз этот штамп в этом году пересадить посмотрим как как будет возможно и нет а возможно и да то есть бывает такое что вы не угадали с горшочком и посадили в слишком маленький горшочек и азалия настолько быстро пьет и когда вы достаете весь ком оплетен корнями то тогда тоже советую вам ее пересадить